Переходим к пошаговой инструкции, как самостоятельно зарегистрировать ИП. Пакет документов для самостоятельной регистрации ИП совершенно тоже такой прозрачный. Паспорт плюс ксерокопии всех страниц, ИНН плюс ксерокопия, заявление на регистрацию по указанной форме, заявление о выборе спецрежима по налогам и квитанция на госпошлину. Сегодня это 800 рублей. Значит, нюансы такие. Если вы собираетесь платить налоги по общей системе налогообложения, то заявление на выбор спецрежима не нужно. Но общая система невыгодна вам, я попозже про это скажу. Поэтому, как правило, ИПшники, конечно, все на спецрежиме. Второе, если подавать документы для регистрации ИП самостоятельно через МФЦ, нотариуса в интернете или через банк, не нужна уже квитанция на госпошлину. То есть там госпошлина не платится. Однако, может понадобиться электронная цифровая подпись. То есть тоже необходимо тогда будет ее сделать. То есть тут потеряли, тут приобрели. Тут приобрели, тут потеряли. Поэтому, ну, как бы вот так. Чтобы самостоятельно зарегистрировать ИП, необходимо сделать следующее телодвижение. Во-первых, правильно подбирать АКВЭДы. Сейчас я вам про них расскажу. АКВЭДы – это общероссийский классификатор видов экономической деятельности. То есть определить свою будущую деятельность в цифрах. То есть вот в этом классификаторе найти ее и заявить, указать ее. Во-вторых, выбрать выгодный спецрежим и заполнять форму уведомления. Оплачивать госпошлину, мы проговорили, и заполнить заявление. В интернете есть вот такой конструктор документов для бизнеса Докия. Я вам на слайде его представила. Он позволяет бесплатно через интернет подготовить пакет документов для регистрации ИП и ООО. Вот у нас в России. Итак, регистрируем ИП. Шаг первый – правильно подобрать АКВЭДы. Значит, АКВЭДы – это коды видов бизнеса, которые вы должны найти себя вот в этой системе классификатора. Ну, я эту работу за вас уже сделала. Значит, вот смотрите, в справочнике около двух с половиной тысяч кодов. Они разбиты на классы, под классы. Так вот, класс 79 – это деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. Вот это наш с вами класс видов деятельности. И вот конкретно код 79.90.22 – это деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг. Вот это для нас с вами 79.90.22 – основной код АКВЭД. Как минимум для регистрации всех вот этих, ну, для регистрации бизнеса нужен как минимум один основной код. И в заявлении вы его указываете первым, он будет основным. Дальше вы можете указать сколько угодно вот этих кодов, какие виды бизнеса вы хотите вести, но один нужен как основной, и это он как бы демонстрирует намерение человека именно вот на этом виде бизнеса зарабатывать. Закон не ограничивает количество кодов заявлений, ну, теоретически можете выбрать сколько хотите. АКВЭДы не являются раз и навсегда данными, вы можете их раз в год менять и как бы добавлять, убирать, то есть тут никаких проблем с этим нет. Шаг второй. Выбрать необходимый налоговый режим. Если вы пропустите этот шаг, то через 30 дней налоговая автоматически подключит ваше ИП к ОСНО, да, общая система налогообложения. Чем это чревато? Там высокие ставки, вы платите там несколько видов налогов и сложная отчетность. Поэтому все-таки предлагаем вам не игнорировать этот шаг, а выбрать спецрежим. Итак, рассмотрим 4 основных вида специальных налоговых режима. Первый, так называемая упрощенка. Лучшая альтернатива общей системе налогообложения, то есть что тут? Налог по ставке от 6 до 15, а в некоторых регионах по отдельным видам деятельности он снижен до 0. Платятся налоги и взнос раз в квартал, и декларацию вы подаете один раз в год. Налог для сельхозпроизводителей, позвольте, мы пропустим, хотя это тоже спецрежим, но так он включен здесь, чтобы вы понимали, что есть еще он. То есть наш первый пункт, наш третий пункт, патентная система. Купить патент можно на срок месяц до года, до 12 месяцев. Стоимость зависит от вида деятельности. Сумма налога заранее известна. Если заработал больше, доплачивать не нужно. И третье, это режим для самозанятых. Налог называется налог на профессиональную деятельность. Это налог 4-6%, никакой отчетности и декларации, страховых взносов и расчетов налога. Регистрация, начисление налогов, уплата, все идет через мобильное приложение. Обычно ИП выбирает УСН или патент. У вас будет лекция налогообложения, и мы вот это все абсолютно подробно рассмотрим и разъясним. Сейчас просто вот такая информация. То есть чаще всего мы выбираем из этого ассортимента первый и третий. Ну, это если мы ИП. Если мы самозанятые, то у нас вот четвертый, понятно, да? Если мы ИП, то это упрощенка либо патент. Третий шаг, заполняем заявление. Заявление такое же, вот с такими квадратиками. Ну, вот поэтому используем только прописные буквы, требования к цвету пасты. Для одного знака места только один символ. Исправлять ничего нельзя, ошиблись, переписываем. Перед заполнением адреса своего необходимо найти его в адресной системе федеральной. Правильно делать сокращение, село, город, улица. Пронумеровать только листы А и Б, первые три страницы уже пронумерованные. Незаполненные поля, прочерки в них не ставить, оставлять пустыми. Серию и номер паспорта разделять пробелами. Если слова не поместились в одной строчке, перенести на другую без знака переноса. Как нас учили в школе, да? Нет, здесь просто вот не влезло нас на вторую строчку. И не подписывать заявление заранее. Это все как бы ладно. Одиннадцатый пункт очень важный. Не подписывать заявление заранее. Только в присутствии должностного лица Федеральной налоговой службы или МФЦ. То есть только лично вот вы, они должны смотреть, что вот это ваша рука здесь. Вот вы пишете вашей рукой. Ну, выглядят они вот так. Страниц тоже там много. Ну, вот, в общем, такая форма. Она есть в интернете. Она есть у них на, ну, если вы придете в налоговую. То есть все это вот есть. Шаг четвертый. Оплатить госпошлину. Значит, за регистрацию ИП госпошлина 800 рублей. Значит, если мы лично идем в ФНС, мы ее платим. Если мы через МФЦ, через нотариуса, через интернет, мы не платим госпошлину. Через интернет нужна электронная цифровая подпись. На этом слайде сведены, значит, самостоятельные регистрации ИП еще раз. Да, это лично. В МФЦ, через нотариуса или через интернет. Ну, через нотариуса не очень, так скажем, бюджетно получается. Да, потому что услуги нотариуса все-таки достаточно стоят денег. Но, в принципе, если вам лень или вам что-то какие-то у вас, все пути ведут к нотариусу, то теоретически можно и через нотариуса. А личное присутствие нужно в трех вариантах. Да, ваше личное присутствие нужно в трех вариантах. Если через интернет, то вам необходима электронная цифровая подпись. Итак, ну, некоторые нюансы. Если лично, то, конечно, записываться в ФНС, например, нужно заранее на госуслуги. Заранее, да, на сайте налоговой и предварительно заплатить госпошлину. Поэтому, как бы, вот такие нюансы, что какое-то может понадобиться время, пока вы попадете на личный прием. В МФЦ то же самое. Записаться заранее или на сайте тоже это сделать. У нотариуса. Нотариуса вообще как посредники. Ну, про нотариусов я вам все сказала. Нотариус будет все делать за вас сам, но возьмет за это деньги. И через интернет нужно сделать электронную цифровую подпись. Шаг шестой. Получить выписку из ЕГРИП, то есть это единая государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. Выписка из ЕГРИП и архив с другими документами придет к вам на электронную почту, указанную в заявлении. Поэтому еще раз говорю, что электронная почта должна быть актуальна, как и телефон. Но телефон, актуальность телефона подтверждается. Да, вот смс-ки приходят, и вы коды вводите. То есть, как бы, телефон вы уже свой подтвердили. И в ваших интересах дать актуальную электронную почту. Это понятно. Обычно это уходит три дня. Если вы пропишете, что вам нужна бумажная копия, то вам придется прийти в налогово, они вам ее выдадут с печатью, с подписями. Но, как бы, это не обязательно, потому что сейчас электронный документ абсолютно равнозначен бумажному. Бумажную копию можно получить у нотариуса. Он распечатает электронную версию и поставит уже свою печать. Значит, ну, как бы, тут такие уже совсем-совсем нюансы. Это все, что нужно, чтобы зарегистрировать ИП самостоятельно. Поздравляем, теперь вы предприниматель и можете начинать водить экскурсии. Сложности. Ну, бывают отказы в регистрации, причины такие не очень значимые. Ошибки в анкетных данных. Ну, либо вы ошиблись сознательно, тогда, да, вас, как говорится, поймали, либо вы ошиблись, ну, случайно, тогда все равно в любом случае это ошибка. Ошибки в сокращениях. Например, вы написали, писали город Омск, да, вместо Г поставили Гор. Ну, вот так читает машина. Поэтому подача заявления не по месту регистрации. Отсутствие в заявке ИНН. ИНН сейчас у нас есть у всех дети, которые заканчивают школу, имеют ИНН. Поэтому, конечно, с этим никаких проблем у нас нет. Подача в налоговую поддельных документах, недостоверных сведений. Ну, это понятно, это уже просто криминал, поэтому мы про это тут даже как бы говорим, но понимаем, что это очевидно, что это будет отказ в регистрации. И неоплата госпошлины тогда, когда она обязательна. Обязательно. Место прописки, регистрация по месту постоянной прописки. Если нет, а вы хотите оформлять ИП, значит, вы указываете свою временную прописку, которая у вас должна быть. Ну, телефонный спам, то, что я вам сказала, да, нужно указать действующий номер телефона, то есть не какой-то там 332233, это мы уже проговорили. И, в принципе, иностранным гражданам не запрещено открывать ИП, но есть к ним какие-то дополнительные требования, ну, про них мы здесь не будем говорить, но как бы вот такие нюансы. После регистрации нужно открыть счет. После получения выписки из ЕГРИП необходимо подключить расчет на кассовое обслуживание. Счет можно не открывать, но тогда нельзя принимать и делать переводы более 100 тысяч рублей, подключить онлайн-кассу или заключить договор с поставщиком. Значит, подключить кассу, если вы планируете получать оплату по безналу или по платежным картам, а сейчас 60% омичей, как говорит статистика, платят безналично, поэтому как бы тут, ну, наверное, это обязательно. И обычно подключить кассу можно в банке, в котором открыли РКО, да, или у его партнеров. Дальше нанять сотрудников, если они вам нужны, с которыми нужно заключить трудовой договор, завести им трудовые книжки. Если вы планируете нанять более 10 работников в ИП, да, дадите работу более чем 10 человек, то рекомендуют сразу же нанятие бухгалтера, потому что зарплатные ведомости и вот эти налоги зарплатные именно, да, про которые мы будем говорить в теме налоги, они отчетны и занимают довольно много времени. Также необходимо уведомить контролирующие органы в отдельных видах деятельности, можно через МФЦ или по почте. И оформить печать, это не обязательно, но все-таки, когда предприниматели часто все-таки печать эту делают, потому что накладные, договоры, платежки, когда вот все-таки стоит печать, это, ну, как-то вот уже документ, да, когда подпись всем объясняет, что у нас нет печати, ну, не солидно как-то. Короче говоря, закажите себе печать, это не так дорого стоит. Как зарегистрировать ИП самостоятельно? Итак, определиться, как подавать документы самостоятельно через МФЦ, нотариуса или банк. Как бы такой итог мы, да, подводим. Сделать копии паспорта ИНН в электронной форме и на бумажных носителях, то есть отсканировать, да, и, ну, как именно ксерокопию. Подобрать правильные акведы вручную или в конструкторе документов. Ну, собственно, если то, что касается чистой экскурсионной деятельности, я вам аквед назвала, повторяем, 79.90.22. Это наши с вами вот, наши с вами цифры. Дальше. Выбрать выгодный налоговый режим и заполнить форму, то есть уведомление о переходе на него, да, ну, реально это упрощенка либо патент. Я вам про это позже тоже буду рассказывать. Дальше. Без ошибок заполнить заявление, вот, которое было приведено тоже в пример, вручную на компьютере или в конструкторе документов. Ну, там печатные буквы, потому что. Оплатить госпошлину, если она обязательна, и подать документы удобным вам способом через три дня получить выписку из ЕГРИП об успешности регистрации. Продолжение следует...